Я шел на эту встречу И очень жалею, что я ничего не увидел И ничего не услышал Это очень горько Но у меня сегодня очень трудный день У меня была репетиция Два с половиной часа, как положено в театре Потом меня попросили съездить В Константиновский дворец Поприветствовать Одно из управлений МЧС С которым мы дружим И только что меня довезли До Автолу Потому что я проехал пробки Хотите, пожалуйста И моя жена поехала домой И меня высыпала Я успел, потому что я знаю, что это финал уже Я все-таки успел А я ехал, думал Зачем я? Зачем я позвали? Зачем я на этой встрече На этом вечере? Я так мало был знаком С Игорем Борисовичем Хотя прожили с ним, наверное, 40 лет вместе в этом городе А знал я его в основном Его работы в кино И всегда Всегда он мне был интересен И мне очень хотелось Видеть его И понять, как он делает характер А даже в этой фотографии Видно, какой он был Разноплановый Разный Глубокий И философ И коник И несчастный И нежный Он великий русский артист Я мало видел его на сцене Но Мы встречались на радио Мы с ним Снимались в одном кино Я даже вспомнил Это зал Паврова Был такой 62-й или 64-й год Потом здесь видел Еще кадры Какие-то Забыл название Фильма Два-три фильма Мы с ним встречались В кино Но Думая о том Зачем я здесь Я все-таки чувствую Что такая необходимость У меня личная была Не потому, что я помещал приехать А потому, что я считал Нужным быть В этот вечер С ним и с вами Это какая-то Родственная душа Наверное Он мне оставил свою книгу Вы, наверное, знаете В этой книге Многие Он мне написал Алтограф Очень трогательный И там были такие слова Мы с вами Николай Сергеевич Уходящая натура Это в кино Знаете, когда солнце Загадывается А нужно успеть снять пейзаж И глубоко торопиться Решивая все Решивая все Быстрее, быстрее, быстрее Уходящая натура Мы с вами Я ее принимаю Наверное, это так Хотя школа у него Хартовская У меня киевская Разница совершенно И мы не очень похожи Казалось бы Но есть очень много По-моему Общего Он любил красивое Я люблю тоже Он любил жизнь Необыкновенная Я также ее люблю Он любил искусство Он любил театр Он потрясающий киноартист Он любил литературу И он любил русское слово Что и мне очень близко Я украинский человек Из деревни Но я владел русским языком Работаю в национальном театре Российском владею И он делал на сцене То, что я видел То, что завещали нам Делики режиссеры Вилье Еще кто-то это говорил Что тебя Добрый артист Это нужно видеть Слышать И понимать В нем это было все И его всегда было слышно И его всегда было видно И всегда было понятно Что он хочет сыграть Что он хочет рассказать нам Людям, которые в зале Или смотрят в зале В кинотеатре Я был На нем в хорнах Я его провожал Хотя это всегда Вы знаете, как прийти Трудно всегда Но это тоже была такая Внутренняя необходимость И он мне говорил Репетируя с режиссером Воробьевым Одной из последних своих работ У вас в театре Он мне говорил Николай Сергеевич Мы встречаемся на Невском проспекте Он мне говорит Вы знаете Я к вам очень хорошо отношусь Я ценю вас Как артиста И человек вы приличный Но я Не сможет случиться так Что я вас возненавижу Я говорю Скажите, пожалуйста За что? Он говорит Надо мной издевается Режиссер Воробьев Он мне почти На каждой репетиции говорит Вы плохо работаете Вы должны пойти В Александринский театр И посмотреть Как работает Мартон И все время Мне Роберт и говорит Я с ума сойду Позвоните ему И скажите Не надо издеваться На человека Такая мать С ним встреча Мы с ним оба Он любил Я люблю Еще Лервонтова Он сделал Замечательный спектакль Он мечтал Сыграть Артбенина Ему не удалось Так же Как и мне Я всю жизнь мечтал Сыграть эту роль Но У меня немножко Скорб Сыграть 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 У меня есть Боккин Который мне разрешил Сыграть Моноспектакль Правда Там была одна Актриса А Игорь Борисович Я сделал спектакль один Я видел этот спектакль Там была музыка Там был артист И там был Лермонтов Я ему и вам Почитаю Комненький монолог Из Этого Из этой пьесы Из спектакля Который Мы играли И я сыграл И он сыграл Это Первый Минолог Арбенина Ну вот и вечер Кончен Как я рад Пора хотя На миг Забыться Весь этот Пестрый Изброд Весит Мускарад Еще Уменно Кружится Ну что же Я там делал Не смешной Давал Любовнику Советы Догадки Проверял Свечал Браслеты Из-за других Мечтал Как делают Поэты И Богу Мне такая роль Уж неподлеты Что пара Не приехала домой Слуга Нет А когда же будет Обещалась В двенадцатом Часу Теперь уж Час второй Не ночевать же Там она осталась Не знаю Будут Ступай Свечу поставь На стол Как нужно будет И я вскочу Бог Справедлив И я Теперь едва ли Не осужден Нести печали За все Грехи Минушек В ней Было так Мы не чужие Что мы ждали Теперь я жду Жены своей Теперь я жду Жены своей Напрасно И глупо Юность погубил Любил Он был часто Пламенный Страстный И ни одной Из них Я не любил Роман Минчав Я знал Уже Развязку И для других Сердец Ствердил Слова любви Как на Сказку Искусственно Странный Тяжко жить И кто-то Подал мне Тогда Соцсовет Лукавый Жениться Чтобы иметь Святое право Уж больше Никого На свете Не любить Я нашел Жену Покорное Создание Она была Прекрасно И нежна Как ангел Божий На закладе Но и Калтариона Приведена И вдруг Во мне Забытый Звук Проснулся Я в душу Мертвую Свою Взгляну И увидал Что я Ее Люблю И стыдно Но ведь Уже Снулся Опять Мечты Опять Любовь Пустой Груди Бушует На Простоле Изломанный Челнок Я брошу Снова В море Вернусь Ли К Пристани Я Вновь Спасибо Большое Продолжение следует...